Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вот вы знаете, часто мне говорят, или я даже не знаю, как это сказать, часто меня, наверное, спрашивают Слушай, а вот раз уж ты так ненавидишь сам, вот и всё, что с ним связано, ютуберов, сервера и всё такое То зачем ты в него играешь? И то есть, нет, вы не ослышались, вопрос типа не зачем ты его снимаешь, а вот зачем ты в него играешь, если ты ненавидишь вот эти вот сервера, ютуберов, комьюнити и так далее Зачем ты в него играешь? И данным видеороликом я бы хотел ответить на данный вопрос Я в GTA Samp не играю Всё, это конец видеоролика, в принципе, был бы Если бы дали, я не стал вам объяснять то, почему я не играю в GTA Samp И на это есть достаточно много причин, ведь я вот не просто вот так вот взял и перестал играть в Samp Хотя и такие времена в моей жизни тоже, разумеется, были Нет, это произошло в году 2017-2018, когда я то ли активно играл на Advanced, то ли активно играл на SampRP Я не помню, и тут я понял, что вот я прозрел, я вот так вот играл, играл, и тут я понял, вот так вот молниеносно я понял, что вот сервер, на котором я играю, он меня не интересует И пошла моя эпопея по серверам, я перепробовал их огромадное количество, все были разные, все были со своими плюсами и минусами, с багами и фичами, с админами и пидорасами, пидорасами и админами И тут я понял, что меня не интересует Samp И нет, я попробовал абсолютно все, вот я не знаю, режимы Drift, DM, Stun, Light Roleplay, там я не знаю, Medium Roleplay, Hard Roleplay, ебаться не ебаться, в жопу сраться, какой Roleplay И ничего из этого не смогло меня зацепить более чем на несколько часов, потом я выходил с сервера и клялся себе, что больше на него никогда не зайду И вы знаете, вот в данный видеоролик было бы неплохо вставить рекламу там какой-нибудь Arizona или наподобие того, потому что вот именно после моей, так сказать, Samp-овской импотенции Или я даже не знаю, как это назвать, просто вот я перегорел к этой игре вот ранее, когда там давно, да, было классно поиграть в Samp, там вот это вот, потаскать кусты, там, я не знаю, проверять паспорта работы полицейским Или там покоптиться, будучи в банде и так далее, это было классно, да, это было незаменимо, это было круто, я не представлял себе жизнь без этого Или там, знаете, без делания отчетов на форум, но я перегорел, вот в один какой-то вот прекрасный момент я просто играл, играл, играл и понял, что я занимаюсь какой-то абсолютной хуетой, которая просто ни к чему меня не приводит То есть, вот по сути, по сути, вот если так думать, какой глобальный смысл Samp-а нафармить верты, а какой в этом смысл, если тебе их, ну, абсолютно некуда тратить машина, дом, бизнес, все Их больше некуда тратить, идти в казино, да, но это мимолетное увлечение, причем на некоторых серверах, на той же Аризоне казино сделано по-уебански Вот прям по-уебански, я в последнее время очень сильно хвалил Аризону ролеплей, потому что именно она вернула меня к сампуску вот этой вот жизни Вот эти вот все, все вот это вот многообразие систем, квесты там и так далее и тому подобное Вот все это, оно вернуло меня к жизни, я в самом деле играл, и вот как в первый раз, мне было интересно проходить эти квесты, но потом и они скатились в однообразную рутину Я понял, что теперь даже Аризона меня не интересует, вот с этими их обновлениями каждый месяц, вот с добавлением каких-то новых систем, какого-то нового функционала и так далее, однако Но мне это неинтересно, абсолютно Я понял, что самп для меня неинтересен, он просто отнимает время, не предоставляя ничего взамен То есть, когда ты GTA Samp-ютубер, да, ты играешь в самп, и в принципе оно доставляет тебе деньги, то есть неудовольствие Вот только деньги, ты заходишь, отснял какой-то паршивый летсплейщик или админ будни, или купил аккаунт за 3 рубля, и все, блядь Абсолютно все на этом И я не знаю абсолютно, что меня к этому привело Возможно, хуевая комьюнити, возможно, хуевый GTA Samp-ютубер, возможно, просто сервера не могут удовлетворить мой, знаете, вот такой вот гурманский, вот мои вот эти вот запросы, знаете Чтобы и интересно во фракциях было, и квесты там интересные на какие-нибудь, я не знаю, даты памятные были, и все-все-все подобное Но, к сожалению, вот даже Аризона, который огромнейший функционал для развлечений, это лучший сервер во всей самп индустрии Индустрии, да, я сказал индустрии, напишите в комментариях, что не индустрия, а сфера, да Вы же такие умные, блядь, это же не я вас забайтил на комментарии для того, чтобы поднять ролик в топ Нет, это вы такие умные, это вы написали, что это сфера, а не индустрия, да, да Напиши, ебаный уемок Я, наверное, это вырежу, однако После того, как я сказал эту фразу, наверное, уже нет И вот, я просто не понимаю, я вот долгое время еще искал какие-то сервера, уходил из сампа Приходил потом заново, вот сколько ты еще мог поиграть, но по итогу все По итогу я больше не мог играть Я в самом деле не понимаю людей, которые могут в самом деле играть в самп Что там делать? Я не понимаю, это абсолютно, ну, какая-то, я не знаю, неинтересная игра Ладно, если там в каком-нибудь, я не знаю, World of Warcraft Ты выполняешь квесты, они всегда разные Хоть и так или иначе они выполнены одинаково Типа, пойди туда, убей того, забери награду, приди обратно Или, знаете, как в Lineage 2, вот в этой вот MMORPG, где ты гриндишь Приходишь с каким-то новым левелом, берешь там парочку квестов, опять гриндишь И так всю игру Но в сампе ты ничего не гриндишь Ты просто бегаешь, там, я не знаю, покупаешь какое-то имущество Входишь в казино, не более того Да, ты можешь создать свою семью, там, попринимать туда людей Но какой в этом смысл? У семьи нету какого-то особого, там, я не знаю, функционала Которым можно было бы прям вот заняться Которым можно было там впоследствии гордиться Я не знаю, что я сейчас несу Однако я думаю, что вы меня поняли, вот, в данном случае И вот к сампу я абсолютно перегорел То есть я в него не играю Я могу на стримах зайти, если мне заплатят Или, там, знаете, просто зайти, там, поиграть в казино в сампе Потому что оно так или иначе убивает время Оно так или иначе, там, заставляет тебя чувствовать какой-то азарт Хоть тебе на эти деньги поебать Потому что, блядь, верты Ну, в самом деле, сейчас бы за верты какие-то переживать и так далее Тем более на Аризоне, когда, там, у барыги, там, аккаунт 30 рублей стоит и так далее Ну, в самом деле Ой, какой аккаунт, я извиняюсь Миллион вертов, там, 30 рублей стоит 35, там, я не знаю, 40, 20 У кого как И вот в самп я не играю Потому что, ну, в самом деле, заебал Я играл долгое время, там, я не знаю В, там, неосознанно в GTA Самп я играл, там, в 2014-15 году Как альтернатива Майнкрафту В 2016-ом я начал это снимать Или, я не знаю, продолжил Потому что ранее у меня тоже были какие-то попытки И вроде как, вот, меня опять затянуло в самп Вот, в самом деле, я мог снимать летсплеи, выживание И я играл ради контента, в самом деле Я снимал выживание, устроился в организации и так далее И вот тогда, тогда самп обрел для меня второе дыхание Но потом, но вот потом, вы знаете, произошел вот этот вот роковой момент В GTA Самп пришли деньги И уже вот никто не стал снимать за бесплатно Все начали снимать только платно на серверах В этом есть как плюс, так и минус свой Потому что, ну, просто вот с того момента Все просто скатилось в какое-то говно То есть, ютубер, он вообще ничего не делал за бесплатно На GTA Самп сервере не играл Ничего Только в случае, если ему платят и платят Так, знаете, плюс-минус неплохо Он мог играть на вот данном сервере Даже без записи, мало ли Там, возможно, без записи он будет играть Найдет какой-то там интересный момент Включит запись, что-то подснимет Что-то там еще сделает И так далее Из этого сделает еще какой-то контент И вот именно, как мне кажется С появлением денег Все стало хуево Максимально хуево Вот прям Насколько вы можете себе только представить Вот именно пришли вот эти вот деньги И все Все Однако, наверное Потому что деньги туда пришли Самп до сих пор существует Самп до сих пор кому-то нужен Мы покупаем Ну, как мы Arizona Games Покупает там, я не знаю Всяких Соболевых Там, блядь Гурамов Вот этих вот всех Да и прочих людей И вследствие этого Сам до сих пор дышит У него есть второе дыхание Там даже вот Радмир Ролеплей Или Радмир КРМП Я не знаю Там какой сервер Точно Он вот Недавно еще и Славку Постмодерна покупал За Славку Постмодерна Отдельно Блядь Я перестан задевать Микрофон или нет За Славку Постмодерна Отдельно Спасибо Вот прям Славка Постмодерна Как мне кажется Сыграл идеально Вот эти вот Свои роли Отбил абсолютно Все бабки Которые были на него Так или иначе Затрачены И вот Как лично мне кажется Вот Слава Постмодерна Это единственный человек До которого Не жалко было Отдать денег Я уверен Что он попросил Не так уж и много Хотя Ну не знаю Не знаю От 250 тысяч Точно могу вам сказать Наверное Или Не наверное Да в общем-то Мне это И не важно Я надеюсь Что данным видеороликом Я ответил На большинство вопросов По типу того Типа Зачем ты играешь в сам Если он тебе не нравится Так далее Том подобное В общем Ладно Всем спасибо За просмотр данного Видеоролика Играйте в сам Если вам это нравится Не играйте в сам Если вам это не нравится Регистрируйтесь на Аризона Рулиплейчат А Мне ж не заплатили Точно В общем ладно Всем спасибо И всем Пока Увидимся В новой серии Майнкрафта Зимнолетнее похождение Лололожки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok